Здравствуйте! Как часто мы используем вырубку в своих скраб-работах? Практически постоянно. Ни одна скраб-работа не обходится без вырубки, особенно если она такая красивая. Сегодня я вам покажу один из способов, как можно затонировать вырубку для ваших скраб-работ, чтобы она получилась еще необычнее и интереснее. Сегодня я покажу вам, как окрасить листики и веточки, сделанные ножами фэнтези, с помощью дистрессов. Для работы нам понадобится сама вырубка. Я использую бумагу, которая у меня остается от скраб-альбомов, которые распечатаны в страничке. Мне очень жалко выкидывать эти корешки, поэтому я делаю из них вырубку. Эта бумага очень хорошо впитывает и все равно остается плотной. Для этого мы штампуем нужный нам цвет подушечки. Я использую оргстекло. После этого брызгаю обычной водой из пульверизатора и сушу. Как вы видите, окрашивала я не полностью все веточки, а только некоторые места. Это я сделала для того, чтобы краска полностью не впиталась и можно было красить оставшиеся места другим цветом. Высушиваем до конца практически, то есть немножко оставляем влажными их. Берем другой цвет, тоже штампуем, забрызгиваем водой и также окунаем в них нашу вырубку. До того, как вырубка досушена до конца, она будет немножко светлее. После того, как она будет полностью высушена, абсолютно полностью, вырубка будет, цвет будет более насыщенный и глубокий. Такой способ мне нравится больше, чем тот, когда штампуешь просто саму вырубку подушечкой, потому что, или салфеточкой, как делают многие, потому что в данном случае вырубка пропитывается практически полностью. Сушу я в основном такие вот ажурные веточки на этом же оргстекле, ему ничего не будет и вырубка никуда не денется, пока она влажная, она никуда не улетает. Вот такая красота у нас в итоге получается. Немножко бликует лампа, поэтому не сильно ярко видно цвет и не до конца немножко я досушила. Просто хочется показать вам как можно больше вариантов. То есть абсолютно вообще разные способы. Если где-то у вас очень получился сильный насыщенный цвет, можно брызнуть водой прямо на саму вырубку, и она станет более нежнее и более размытый цвет станет. Так я поступаю со всеми листиками. Излишки воды можно немножко промокнуть. Таким образом можно накладывать 2-3 цвета и даже больше. Чем больше оттенков вы наложите на вашу вырубку, тем больше будет переливов. И как я говорила, переливов переходов цвета. И как я говорила, чем мне нравится именно этот способ покрашивания, тем, что бумага полностью пропитывается, и с обратной стороны она тоже получается не белая, а, конечно, цвет нежнее, но тоже такие переходы и переливы там присутствуют. То есть у нас получается полностью, практически со всех сторон оттонированная вырубка. Насколько сильно у вас пропитается вырубка, тем насыщенней и ярче будет ваш цвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сразу подушечкой на саму вырубку местами я это делаю и потом все равно я сбрызгиваю водой и сами листики и добавляю еще дополнительно цвет чтобы он лег разводами и оттенил нашу вырубку здесь немножко плохо видно но цвет у этих листиков получается как настоящий такой пыльно-серебристый с небольшими коричневыми как будто состаренными краями также можно окрасить абсолютно всю вырубку различными цветами в данном случае я тонирую веточки коричневыми дистрессиками и кое-где прохожусь по краю ягодок затем некоторые ягодки я тонирую красным чем сильнее вы будете тонировку наносить тем ярче будет цвет и прохожусь по остальным ягодкам желтым и все это полностью сбрызгиваю водой можно конечно ставите так получается такой пыльный цвет припыленные но сзади они получаются абсолютно белый я же все сбрызгиваю водой и за счет этого дистресс растекается не старайтесь сильно промокнуть все салфеткой потому что иначе салфетка забирает и цвет тоже досушиваю я не полностью здесь я вам показываю насколько проявляется цвет в зависимости от того как они высыхают немножечко получается такими прожилочками мне же захотелось сделать еще больше переходов добавить поэтому я не полностью досушила они слегка влажные получается то есть тут видно что они большие есть в углублениях белые переходики я решила затонировать поярче саму веточку сделать поярче коричневым а также ягодкам добавить плавных переходов поярче подтонировала красные ягодки а к желтым добавила нежно-зеленые для того чтобы ягодки такие получились как будто с переходом как будто они практически на стадии созревания а потом будет видно а поближе у них получились такие желтые зеленый переход очень красивые плавный очень красивый цвет получается также можно использовать вот такой способ окрашивания в разных местах хаотично штампуем различным цветными чернилами сбрызгиваем это все водой можно немножко перемешать в зависимости от того насколько вы хотите чтобы распределился цвет и окунаем туда листики нашу вырубку листики сразу у нас получаются с переходами то есть даже не надо несколько раз их макать и плюс хорошо что они очень красиво будут смотреться плюс такого способа окрашивания в том что будет очень хорошо смотреться в работе они будут не однотонные с разными переливами переходами но одного оттенка то есть они будут все очень хорошо гармонично сочетаться друг с другом вот так легко и просто можно получить красивую вырубку для ваших работ это был один из способов остальные покажу вам позже